Итак, есть психическое тело у человека, и это психическое тело, оно разное у мужчины и у женщины, потому что у души есть три потребности. У души есть сознание, то есть энергия. Вот как у лампочки есть свет, так у души есть тоже свет. Это свет души называется сознание. Оно пропитывает все тело сознанием. Когда человек уходит из жизни, сознание уходит из тела. И поэтому тело не живое, не живет. Жизнь в теле зависит от сознания. И вот это сознание имеет три энергии. Первая энергия — это желание жить или стремление к вечности у души есть. И душа вечна по природе, поэтому она к этому стремится всегда. Дальше. Второе желание у души — это желание гармонии, любви, нежности, доброты, чистоты. Желание любви нужно в душе. И третье желание — это же знание, знание, преодоление трудностей, победы над судьбой, твердости, храбрости и так далее. Это все вместе. Без твердости знаний не будет, без храбрости не будет. То есть любовь и гармония связаны, любовь и нежность, любовь и доброта. Без доброты нет любви, без нежности нет любви, без заботы нет любви. Все это вместе. Когда душа, говорит, я уже замучил, хочу любви. Душа хочет. Она попадает в женское тело. Вот эта комбинация там хромосом сама выстраивается от желания души. Это не то, что случайный выбор там, случайно. Оп, хромосомы, так и ты девочка. Хромосомы, оп, вот так и ты мальчик. Нет, мои хорошие. Сначала душа попадает в сперматозоид, и у нее есть определенное желание. И поэтому хромосомы уже под это желание подстраиваются. Тонкое тело сильнее грубого. Я физиолога спрашивал в медицинском институте, я говорю, почему сердце бьется? Он говорит, что-то ты какой-то вопрошающий. Сердце бьется, потому что нервная система работает. Я говорю, а что заставляет нервную систему работать? Он такой, у меня смотрит, слишком много хочешь знать. Я говорю, откуда энергии в нервную систему идет, чтобы работать? И он не смог на этот вопрос ответить, этот физиолог. Что же он тогда изучал? Так вот мне в ведах с первого раза ответили на этот вопрос. А нервную систему заставляет работать психическая энергия человека? Я говорю, а что заставляет ее работать, психическую энергию человека? А мне говорят, а психическое тело заставляет энергию работать. Есть психическое тело человека, оно вырабатывает энергию. Я говорю, а что заставляет ее вырабатывать? И мне сказали, желание жить души. Пока же душа хочет жить, она вырабатывает. все стало понятно так вот знаете мои хорошие что у психического тела есть разная природа оказывается психическое тело может быть заточена на нежность гармонию ласку доброту любовь чистоту верность и тогда человек рождается в женском теле потому что именно женское тело на это все заточено поэтому очень тело очень чувствительное очень внимательно она видит все понимает что происходит то есть психика очень ранимая очень тонко воспринимает мир все видит что хорошо что плохо понимает чувствует психика все чувствовать потому что нужна гармония для любви если не чувствуешь не будет любви знать сейчас я вам расскажу это ошиблись не природа мозги их ошиблись смотрите я в таиланд приехал иду по улице а я вижу тонкое тело психическое человек я смотрю идет мужик ко мне навстречу идет мужик а у меня плохое зрение но я вижу чок идет мужчина не плохое зрение я приближаюсь к нему и вижу что лицо женское потом груди начинаю различать в одежде и такой не понял вроде бы мужика видел я вижу тонкое тело психическое человек еще раз смотрю тонкое тело мужчины внешне женщина я начал смотреть дума понятно то что я читал вот в таланде много таких людей секс-бизнес хорошо я начал обратил внимание этого человека начал наблюдать и увидел психика осталось мужской но он играет роль женщины просто и это означает что он едет не в своих сани он никогда не будет по-настоящему счастлив такой человек это просто сама обман понимаете это все равно что вот сейчас я как бы ну на себя надену допустим кожу рыбы и пытаться в воде буду плавать у меня жабры нету как бы я проплыл то есть это не моя природа понимаете это не моя природа я не могу там как бы в ней жить человек должен женщина чтобы жить он должен женщина родиться тогда ему естественно жить женщина если хочешь летать в небе родить птицы есть тело птицы она летит ему хорошо может она вообще знаете птицы она едет иногда раз крови сложила решила попадать вот я вам серьезно говорю она летит прямо падает потом раз опять летит человек так не сможет тихо вы мне надо больше говорить мы с вами вдвоем видите то есть идея в чем заключается в том что есть тело женщины тонкое тело психическое под него формируется грубое тело тоже женское если человек хочет храбрости знаний он хочет знания тут жизни хочет все поменять надоело также хочется поменять жизнь хочет смелости решимости знания победы над судьбой когда он получает мужское тело это от желания первоначальное желание как ты хочешь жить это получается теперь дальше человек живет он сначала вот так хотел да теперь его заморочили допустим женщине говорят тебе не надо любви думать сначала подумай о знании игре без знаний не будет никакой любви должна развиться к сначала должна получить образование должна квартиру там машину купить и потом только уже любовь какая любовь без машины какая песня без боя ну то есть какая любовь без машины без квартиры какая любовь то где любовь ты это будешь заниматься вообще тени квартиры вообще к любой ей так объяснили девушки и она заточилась на развитие социальное развитие а у нее психика не для этого предназначена и она потом девушка говорит олег геннадий что-то не могу я понять вот что-то понять я не могу я говорит на работу устраиваюсь сначала мне нравится там потом я устаю потом не надоело потом ухожу на другую устраиваюсь опять сначала нравится потом устаю потом надоело ухожу на третью устраиваю сначала нравится потом устаю и горит так постоянно что мне делать я говорю вы поймите вы сейчас настроились не на себя у вас неправильная нацеленность жизни вы настроились на мужскую природу это мужчина должен стремиться в социуме развиваться а женщина это делает ради удовольствия просто понимаете разницу между удовольствием и нацеленность допустим один человек занимается самбо для ради удовольствия он пришел побросался как бы там пошел ему нравится просто удовольствие другой тренируется это его жизни быть самбистом понимаете он тренируется он не может как бы просто так ему надо выкладываться чувствуете разницу если человек начинает выкладываться не в своем он сгорает и вот женщина поэтому сгорает и нравится потом устаю надоело ухожу почему так происходит потому что он сгорает на работе это не ее природа она не для этого родилась чтобы в деятельности развиваться она родилась чтобы развиваться в отношениях а там вся трудность находится если она идет в эту трудность она потом получает много счастья чтобы работу пойти это не сложно женщине потому что там она отдыхает женщина отдыхает в социуме работает где дома женщина может дома расслабиться нет она все время трудится а приходит домой то надо сделать все надо сделать там ее работа а где она отдыхает работе пришла черек-черик с подружками там хорошо все свои родные начальник говорит работой давай что ты болтаешь не понимать что на женщина она пришла на работу болтать и поэтому она говорит если женщина про женщин провели спрашивают женщины опишите вот ту работу которую вы считаете хорошей хорошая работа это когда отпускают чуть-чуть раньше на с работы иногда можно опоздать когда можно на работе перекусывать можно чуть-чуть и чтобы разговаривать с подружками на работе и начальник не злой чтобы он по-доброму себя вел вы вообще про работу ничего не сказали это значит что работа для вас это место для отдыха они вообще не работают а для вас тусня то есть там где вы испытываете счастье и при этом дело должно мне интересно быть прийдем к работе тогда вы просто наслаждаетесь жизнью там на работе девушки и просто примите этот факт не надо делать из себя профессионального самбиста если ты пришел просто просто поразвлекаться с помощью самбо а если ты хочешь себя профессионал делать но это не тебе не надо ты из тогда истощаешься ты становишься несчастным замученным говорю не хочу тренироваться я хочу просто побороться вы идете вам горит паши лучше паши давай как бы развивайся там тебя вот вот это положение теперь вот это тебе тебе надо теперь эту должность и грибе не хочу больше никаких должностей я дома не бываю мир нет работы ты хотела и она ну ладно пойду на другую должность повыше она не имеет знания что на женщина в результате она гранит что-то родить не могу так у тебя энергии не туда пошла моя хорошая вот и родить не можно все же энергии нужно я замуж не могу выйти так а как ты выйдешь замуж от вся энергии в работу пошла я читали иначе вообще даже улыбаться не могу у меня месячные начали страдать и у меня даже цикла уже нет несколько месяцев у тебя энергия вся не в цикл пошла а в работу я вам говорю правду мои хорошие хорошие правду жизни сейчас очень даже не смешно и вот этот настрой на работу вот женщина я отдаю вот этот семинар предназначение человека подходит женщина после семинара говорит олегина те понимаю что сначала семья женщине нужно тогда она расслабляется и уже к работе относится по-другому нужна семья как фундамент жизни вот она я все то что вы говорите все я согласна с этим что фунда что корни у дерева также у женщины и и семейная жизнь ее сначала надо устроить и тогда с работой все решится хорошо но легенда у меня к вам вопрос а где мне лучше работать я говорю вы замужем она говорит нет я говорю так вы не туда направлены чего вы сейчас думаете где вам лучше работать вы же женщина ваша психика куда-то куда направится то и получится женщина соткана из энергии мужчина из поступков и поэтому женщине надо свою энергию куда-то направить если она направила на работу будет работа значит направил на семью будет семья а направить свою психику куда-то не просто это надо перенаправлять это женщине надо несколько месяцев думать о том что надо замуж уж замуж не втерпешь вот это означает что тебе надо настроиться по-другому моя хорошая тебе надо перестать думать о том сколько денег получать на какой работе работать хорошо там на этой работе или нет а может мне ее поменять перестань вообще думать о работе начни думать о том как любить людей заботиться обо всех ты же слабо как женщина тебе нужна красота сила начни думать о людях начни заботиться обо всех начни всех любить доброта нежность красота и так далее начни этим заниматься потрать туда свои силы и ты почувствуешь как станешь счастливее красивее радостнее твоя жизнь пойдет в твоем русле женском русле а не мужском потому что в современном обществе люди не в свое русло почему идут потому что они обесточены и у них неправильное знание одна женщина подняла руку говорит олег геннадьевич у меня мужской характер не может быть у женщины мужской характер но как может быть я вам сейчас объясню вот допустим если женщина не наполнена и допустим 1 степени на не наполненная 1 степени напомню что значит это значит что она имеет женский характер но очень какой обидчивый это женская же природа обижаться так обидчивый характер ранимый капризный чувствительный как бы беспокойный раздражительный изменчивый все время меняется настроение менять менять не знаю что делать вот это означает что женщина просто чуть-чуть истощена у ней парень батарейки чуть-чуть разрядились на одну треть будем так считать то есть у нее женские недостатки характера мужских нет есть недостатки рак но только женские на одну треть батарейки разрядились теперь дальше поехали на две трети разрядились у нее появляются уже мужские недостатки характера грубость и сдержанность напористость там категоричность к людям жесткий стиль внутренней такая зажатость внутренняя женщина такая становится напряженной начинает курить появляются вредные привычки почему потому что не может отдыхать расслабиться энергия любви расслабляет человека но не уже не хватает энергии любви не мужской характер потому что она истощена на две трети а вот когда батарейка почти полностью разряжена у женщины психика разряжена почти полностью вот тогда включается этот феномен о котором вы задали вопрос то есть женщина настолько сильно становится чувствительной что она не может вообще переваривать мужчин на духу потому что они же аскезу вызывают мужчина истощает женщина женщина мужчину знаете об этом женщина заряжается от женщин а мужчина ее истощает на него нужны силы расходовать большие и же мужчине на женщину тоже они разряжаются друг на друга батарейка разряжается нужно больше энергии на муж на мужа и на жену и поэтому женщина не может даже думать о мужчинах результате у нее половая энергия или желание направляются на женщину женщин и она начинает женщин любить вместо мужчин потому что она разряжена но если она батарейку свою заряжает то у ней меняется постепенно заряжать батарейку не пять секунд понимаете это что проберу по природе пробежал пробежала и всем стала женщина опять из мужика пройдет нет нужно какое-то время год заряжаться допустим и у нее меняется характер она становится женщина которая раздражительно становится спокойной женщина которая грубовато становится раздражительной то есть она переходит женские недостатки из мужских то есть нет у женщины мужских недостатков есть просто нехватка энергии неправильный образ жизни много страхов нет бескорыстия нет желания служить нет заботы от других людей нет природы нет бога есть только то что мотивировано страхом работа дом семья там квартира жизнь вокруг этого все живет нет глубины в жизни нет чистоты нет радости корни глубоко должны быть глубоко должно знание пройти у человека в сердце и вот это вот сила которая дает человеку счастье победу над судьбой способность быть бескорыстным эта сила называется разум у человека разум сотканы знания когда человек стремится к разуму появляется энтузиазм желание жить чистота понимание как правильно как неправильно он начинает чувствовать вдохновение менять себя у него появляется смелость ощущение что так можно жить что все можно изменить себе он появляется ресурсы желание время все это благодаря силе разума но разум большинство людей не меняют чтобы на платформу разума встать нужно сначала во что-то верить начать а люди живут вообще ничему не верят они думают дайте это ерунда это ерунда это ерунда хорошо тогда найди что не ерунда иначе ты просто погибнешь в этих сомнениях вера дает человеку возможность связаться с источником счастья связь с источником счастья наполняет ум ум без счастья жить не может даже органы не могут без счастья жить все разрушается без счастья и так мужчина тоже имеет три стадии деградации первая стадия у него появляются естественно мужские недостатки он становится грубым жестоким гневливым хамс по хамски себя ведет он станции неряшливым он становится таким как бы вызов постоянно не поведение вызов то есть он постоянно насилие какое-то на всеми совершает мужской естественный недостаток дальше он сильно устает перенапрягается напряжение живет это естественным узкие недостатки там батарейка разъезжается на две трети мужчина становится ленивым капризным обидчивым сопливым слабохарактерным боязливым неуверенным в себе сентиментальным у него как пропадает желание быть на работе хочется больше дома женщина второй стадии пропадает желание быть дома хочется больше на работе почему мужчине больше дома хочется быть потому что мужчина на этой стадии он истощен сильно батарейка на две трети разделилась развязываешь мужчина на этой стадии он у него не хватает сил чтобы жить в своей среде ему нужен отдых а мужчина отдыхает где дома он пришел домой его расслабил отдыхает мужчина отдыхает дома женщина отдыхает где она из дома убегает все отдыхает работе или с подружками там где-то она отдыхает только не дома дома она работает поэтому когда человек истощен не может находиться в своей среде где ему надо счастье испытывать побеждать себя женщина убегает из дома когда она истощена мужчиной убегает с работы когда он истощен причина разряженной батарейки когда мужчина разряжает с полностью почти свою батарейку то дальше он не может переносить женщин они же истощают его как батарейка когда на компьютере почти полностью разведился на такой сигнал и выключи компьютер и кончился батарейки если он не хочет работать мне нет энергии так мужчина тоже он не может он же на женщину как бы должен работать но он не может работать потому что у него батарейки нет он говорит давайте и мужчины с мужчиной буду жить мне с ним поспокойнее итак в чем различие вывод будет еще не скоро просто описываем этот мир я даю представление жизни меняю парадигму моя цель глубоко дать глубокое образование которое дает возможность поменять свою жизнь полностью и мы сейчас с вами разбираем следующую тему которая называется почему нам так тяжело жить почему мы не любим друг друга итак смотрите первое правило в этой теме такое то что для меня является счастьем женщина допустим то что для меня является счастьем для мужа для мужчины это аскеза но часто женщин думают вот ты чего не понимаешь что надо нежнее общаться ласковее это же счастье для мужчины нежнее и ласковее общаться это аскеза несчастье он от этого устает или мужчина женщине говорит слушать ты чего не понимаешь что надо просто вот соглашаться просто принять поймите мужчины для женщины соглашаться это аскеза это аскеза или допустим ты можешь просто помолчать и послушать меня женщине помолчать и послушать таскеза мужики или ты можешь допустим мне сказать просто что вдохновить мне сказать ты у меня самый лучший муж на свете может но это аскеза потому что она знает что не самый лучший что у женщины психика так устроено что она у ней компьютер внутренний синхронизирован со всеми поступками мужа которые он производил течение всех совет совместной жизни и память не сгорает женщина смотрит на мужа нет прямо сейчас она смотрит его в перспективе всей прошлых поступков и она постоянно отмечает так чуть он это сделал зачем и этот сделал это сделал это сделал и она видит его все недостатки сразу ему надо говорить женщине обязанность женщине говорить ему ты у меня самый лучший человек на свете при этом это представьте какая аскеза говорит человеку который ты видишь все недостатки одновременно даже нереально но есть конечно от этого и хорошие какие-то моменты допустим мужчина он не видит недостатки женщин наоборот она же красиво у нее все недостатки спрятаны и она ему затуманит мозги постоянно красотой и он вдруг недостаток увидел уже нет и говорит ты чё вообще ну он удивился очень сильно ты чё вообще так делаешь даже нельзя вообще так делать мужчина женщине говорит один недостаток увидел он удивился очень сильно вот и женщина достает спокойно достает пулемет своей памяти а в прошлом году там а тогда дадо 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 всеми недостатками и начинает его расстреливать он говорит все 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 я понял он же не помнится и недостатки мне нет такой синхронной памяти как то что она там сделала тогда что сделала тогда сделала тогда он не нет этой памяти он сразу сдается нет шансов с женщиной перестрелку вступать и так запомните если вы хотите счастье от близкого человека и думаете что это же естественно хотеть то же самое что и я хочу то вы находитесь жутком заблуждение вот все что вы хотите как счастье женщины для мужчины это аскеза а все что вы мужчины хотите счастье от женщины и думать что это само собой это для женщины аскеза например мужчине нравится с мужчиной обсуждать жизнь вот мужчина с мужчиной обсуждать жизнь и он приходит домой женщина начинает своей жизни бу 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 он говорит слушай а я уже не могу ты скажи что ты хочешь конкретно хватит бу 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 женщина говорит какой вывод когда мужчина рассуждает женщина вот здесь вот перестает думалка работать она такая 4 не могу ничего понимать то есть она устает от этих грузов теперь женщина она другой женщины то есть эмоционально такое эмоциональное воздействие сильно она подходит мужу пара лекцию заканчивать у нас до 9 лет до раз оканчивается не реакция когда кто-то подходит значит лекцию так забываясь лекцию так 8 до а у меня неправильно часы идут все нормально прошу я все помню один смотрите и женщина подходит мужу и говорит слушай пойдем я хочу тебе что-то сказать то есть эмоционально ему говорит слушай давай завтра я сегодня устал женщина без проблем можно эмоционально очень говорит так давайте изучать как устроен человек смотрите есть три центра разума человек нижний центр разума примерно одинаковые мужчину женщина по центр связаны с вечностью там находится страх смерти человек там окопная болезнь находится когда человек пугается у него тяжелеют штаны это как бы у всех может у женщины может быстрее тяжелее чем мужчины почему потому что она более такая чувствительная ну иногда мужчина чувствительная какой-то ситуация становится и у него тоже то же самое происходит мужчин просто пробить надо посильнее а так тоже все боятся и так второй цены разума находится в сердце вот здесь вот он связан с энергии любви и у женщин он имеет огромную силу то есть женщина имеет источник этой энергии исходящие из ее сердца и фактически она наполняет этой энергией все что находится вокруг нее и у нее сердце не чувствительное с точки зрения эмоций а наоборот сильная она сильно реагирует на эмоции у женщины сердце сильно эмоционально сильно и она терпит других эмоций людей с ней можно эмоционально говорит женщина она все понимает она терпит эмоции потому что у ней сила здесь сердце но вот здесь этот третий центр разума который связан сознанием у женщина здесь очень чувствительная зона вот здесь поэтому знание женщина может получать только с любовью поэтому девочек маленьких можно воспитывать только очень нежно и по-доброму им объясняя или строго но без давления на девочек нельзя давить никто никогда она женщина на девочек не должен давить им все надо объяснять по-доброму или строго лишать свободы и пожалуйста нельзя совершать насилие бить и нельзя давить на женщин ты допустим грубо начал женщины говорит дальше начнется война она никогда грубость не воспримет как то что правильно по отношению к ней женщина воспринимает только доброту нежность или строгость или ты допустим перестал с ней разговаривать она это понимает но если ты начал на нее давить то она встает дыбом то есть она начинает сопротивляться потому что это не тот способ который нужно строить в отношениях с ней и неуважение к женщине означает давление мужчина допустим дороге я тебе сказал как правило ты совсем так поступает с ней никогда не будет участки к личной жизни ко мне подошел один мужчина говорит олег геннадь что-то я не могу женщинами никак ладить вроде все нормально себя веду они что-то от меня все уходят а у него просто такой стиль беседы он давит на человека неосознанно и женщину не выдерживают они не могут принять такую беседу женщин надо разговаривать очень аккуратно моя хорошая как у тебя все нормально все все хорошо как с пушинкой знаете вот так аккуратненько и она тогда чувствовать себя комфортно когда у меня все хорошо для мужчины и тоске за так себе всем дачу это унижаться будут так хорошо я вот допустим другу прихожу байка привет разом по шее он горьпой бед раз под затыльник вот но поймите это не не женщина понимаете это мужчина с васькой ты можешь так себя вести а женой не можешь потому что она женщину не другая природность не надо очень нежно это значит называется уважение к женщине как у вас дела как у тебя дела все нормально причем женщина должна каждую секунду иметь подтверждение что я красивая 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 поэтому надо женщине жене говорить ой ты какая красивая сегодня говорит правда ты не с лекции это принес правда красивая да конечно красивая и подтвердить вот я губы красивая сегодня накрашенный хорошо и так далее это аскеза так совести но так надо совести мужчина должен так совести иначе не будет счастья в личной жизни ведь и подвиг хочется естественно женщину подчинить себе мужчине естественно хочет стоять молчать и там ну то есть он мужчине естественно хочется подчинить себе женщину это его естественно природа подчинить женщину себе мужчина хочет она надо наоборот с ней вести себя очень нежно мягко и И показывать, что она свободна, почти во всем, полностью свободна. Но иногда, когда ее заносит, нужно раз и поставить стеночку. Она туда в стеночку побьется, чувствует, что не получится, а свободы все равно нормально хватает, и она отступает от этой идеи. Она решила, допустим, одна в отпуск поехать, и мужчину нет. Она еще раз, там и так, и так. Женщина соткана из политики, она постоянно интриги так раз и раз, а вот никак не получается поехать, не поехать в отпуск у меня. Нет. Стеночка нужна. И она чувствует, что в целом человек хороший, но в отпуск не отпустил, ничего страшного. Женщина принимает эту ситуацию, думаю, ну ничего страшного, все нормально. Много преимуществ очень терять, как бы, человека не стоит. Итак, видите, поведение, оно связано с природой женщины. У женщины очень чувствительная эта зона, на нее нельзя давить. Теперь поведение с мужчиной связано тоже с строением. У мужчины вот здесь кол такой. Поэтому, если он с работы пришел, женщина, с работы у мужчины гружу. Не то, что он хочет вас убить, понимаете? Не то, что он гад такой, не любит меня, и плохое настроение у него нет. Просто он еще не переключился с работы женщины, понимаете? Он находится в рабочем настроении у него. И, соответственно, у него такой голос. Все нормально у тебя? Надо ему сказать, спускайся с небес, ты дома. Все, разговаривай по-другому, нормально. То есть, его надо переключить. Мужчине надо помочь, потому что он переключается очень медленно. Такое существо, международное переключаемое. Вот. Не разговаривайте с ним вот так в духе давления, потому что эта женщина обижает, она начинает обижаться, ругаться с ним. Просто потому, что он не переключился еще. Но если мужчина постоянно давит, ему нужно пообъяснить это, понять нужно, что так нельзя себя вести, иначе он будет страдать в личной жизни. Он это неосознанно тоже делает. Женщине иногда бывает, что вы слишком много хотите. Мужчина по природе такой очень сильный, у него голос сам по себе такой. Я тебя люблю. Ну, то есть, он так говорит, он говорит, ты можешь сказать нежнее? Так я нежно сказал. Ну, то есть, это значит, что он такой по природе, просто вы привыкнете, примите это женщине, что он нежно сказал, а он не понял, что нежно сказал, потому что у него такая система ненежная, понимаете? Это у женщины как бы нежная система, а у него ненежная система, и для него это очень нежно. А он говорит, ты не знаешь, как я на работе разговариваю. С тобой нежно. Вот, это мужчина просто, понимаете? У него по-другому психика устроена, он не может так нежно, как вы. Никогда не сможет так же, ну, хотя бы чуть-чуть нежнее, чем с всеми, уже хорошо. Уже видно, что любит. Теперь, слушайте дальше. Вот смотрите. Мужчина, хоть он такой, но у него есть одна особенность. У него вот здесь вот, очень чувствительная зона, там, где любовь, энергия любви, там очень чувствительная. У него отсюда колодит, логика, демагогия, сила воли, характер, храбрость, там, это все отсюда идет, из головы. А здесь у него в сердце очень чувствительная зона. Поэтому, если вы ему хотите сказать, почему так грязно, нужно сказать в шесть раз спокойнее. Почему так грязно? 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 и тогда для него будет нормально у него здесь очень чувствительная зона вот свои подружки как хотите говорите нормально будет воспринято но мужику если вы хотите эмоции уменьшите в шесть раз женщины иначе его перегрузит и он начнет злиться а вот скандал что такое скандал это когда мужчина говорит грубо неосознанно допустим женщина это пробивает мозги она когда женщине пробивает мозги она выходит на эмоции отдает назад не демагогии а эмоциями вот допустим он и демагогия наград сам дурак ну то есть эмоции мы назад и модель она логику ему не включает она логически не доказывает ему ничего она эмоции включает эмоции пробивают ему мозги но сердце он больше включает то что у него сильно и считают сильнее она эмоции он еще давит сильнее на эмоции он еще сильнее давит и они не могут друг от друга защититься каждому становится больнее 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 дальше посуда начинает лететь биться и люди просто с ума сходят потому что они понимают природу друг друга мужчине нужно делать больно через эмоции женщине нужно больно делать через логику там волевое воздействие грубость хамство и когда женщины мужчины так себя ведут тактично скандала никого никогда не будет скандал означает и пред неправильное представление как вести себя друг с другом следующее правило семейной жизни невозможно никому ничего объяснить и это не потому что вам не повезло а потому что так устроена семейная жизнь мало того что жена не может мужу ничего объяснить муж ничего жене не может объяснить они даже детям ничего не смогут объяснить потому что через близких людей действует самая тяжелая и сильная судьба она лишает человека возможность тебя воспринять еще и способность уважать человека как вот я допустим олег геннадьевич приехал там откуда-то с неба к нам в иркутск если бы олег геннадь в иркутске жил до свидания и тут на лекцию не пришел приведу пример я когда жил в москве ко мне на лекции приходило 60 человек я уехал из москвы попал жил полгода в другом месте и не горит прийти пожалуйста люди хотят лекцию я грудок они не придут на лекцию я жил в москве там меня не прислушать не хочет ну давайте попробуем я приехал тысячу человек пришло понимать потому что я из москвы уехал я стал уже другим человеком человек близкого человека не может слушать если жены начинают что-то объяснять смотрит на меня бирк лекции читать будешь там зале лекционами до свидания уже я и так все слышала все твои лекции такая-то минут такая-то лекция до свидания Играет музыка Играет музыка